В рамках визита Григория Трубникова и представителей Международной межправительственной научно-исследовательской организации Объединенный институт ядерных исследований состоял из знакомств с новыми проектами по развитию Северного Арктического Федерального Университета. Один из них был представлен в виде макета кампуса мирового уровня «Арктическая звезда», созданного студентами с помощью 3D-принтера на базе технопарка САФУ. Попросили сделать макет этого замечательного кампуса мирового уровня, и наши студенты с боем решили эту проблему, за два месяца построили. Почему с боем? С боем, потому что мы день и ночь находились в технопарке, приходили в 8, уходили порой даже в 12 ночи. САФУ активно ведет подготовку документации для подачи заявки на создание межвузовского кампуса мирового уровня в правительство Российской Федерации. Размещение его планируется на набережной Северной Двины, недалеко от стадиона «Буревестник». Арктическая звезда – это технополис нового поколения, созданный для инжиниринга человека будущего в Арктике. На площадках технопарка разместится 4 инновационных центра будущего. Мы упаковали, скажем так, на одной площадке, под одной крышей, в буквальном смысле, молодежные лаборатории, которые ориентированы на прикладные компетенции, которые ориентированы на запрос бизнеса. Помимо технопарка, на территории кампуса планируется возведение трех корпусов общежитий для студентов САФУ и СГМУ, организация спортивной инфраструктуры с 50-метровым плавательным бассейном и легкоатлетическим манежем. Также в комплексе будет находиться конгресс-центр для проведения общественных мероприятий и корпус для организации образовательного и научного процесса. Идея кампуса в том, чтобы это не легло нагрузкой на бюджет, а чтобы кампус сам себя окупал и активное взаимодействие с городской средой, с жителями города позволит пользоваться всеми услугами, которые будут здесь создаваться. Арктическая звезда должна стать центром притяжения не только жителей Архангельской области, но и студентов других регионов России. Это очень хороший такой подъем будет для САФУ, если все-таки этот проект осуществится. Это будет очень здорово, это новые здания, больше мест, больше студентов будет привлекаться потом. И очень красиво и современно все это оборудовано будет. После презентации проекта гости посетили несколько научных лабораторий САФУ, одной из которых стала лаборатория клонального микроразмножения растений и экспериментальной гидропоники. Лаборатория создана в рамках НОКС, закуплено, может, чтобы было оборудование. И у нас два крупных проекта. Первый проект – это совместно с группой компанией «Титан» по комплексному лесовосстановлению. И там с нами работает Корейский научный центр. В зале экспериментальной гидропоники ученые занимаются адаптацией хвойных и лиственных пород, а также разработкой технологии по выращиванию посадочного материала закрыты корневой системой. Эксперименты направлены на восстановление, поддержание видового разнообразия и улучшение качества лесов, благодаря тщательному отбору и выращиванию продуктивных культур. В лабораториях Александр Михайлович обкатывает технологии выращивания. Затем на площадке университета в небольших теплицах проходят экспериментальные высадки. А уже полупромышленного адаптационного приюта мы делаем непосредственно у себя на производственной площадке в Новодвинске. Второе направление работы лаборатории связано с плантационным выращиванием ягодных культур, распространенных в северном регионе. Это голубика, морожка, брусника и клюква. Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим использовать технологии инвитро для культивирования растений в искусственной среде. Мы получаем здесь оздоровленный посадочный материал, который коэффициент размножения с одной пробирки в зависимости от культуры помогает получать от 100 и 300 растений нужно получить с одной пробирки. Благодаря природным гормонам здесь находятся у нас отборные формы архангельской области голубики, морожки, княженики. В лабораторию растения попадают в виде побегов или корневища. Ученые их стерилизуют, отделяют верхушечную меристему от других тканей и помещают в питательную среду. После образования микропобегов начинается процесс микроразмножения, клонирования растений. Технологии инвитро позволяют выращивать высококачественные сорта, закладывать здоровые плантации, осуществлять посадку в течение всего вегетационного периода. На улице у нас сейчас снег, да, мы в теплицах работать не можем. В поле это здесь мы круглогодичная работа, вот что один квалифицированный специалист может делать от двух до десяти тысяч растений в год. Высококвалифицированные специалисты – это богатство университета. Студенты под руководством опытных ученых осваивают различные области знаний. В лаборатории диагностики углеродных материалов и спинооптических явлений в широкозонных полупроводниках научные сотрудники, аспиранты и магистранты университета занимаются созданием монокристаллических пластин с NV-центрами, которые могут быть использованы в различных квантовых технологиях, например, компьютере будущего. Это то, над чем сейчас бьется весь мир. Квантовый компьютер – это компьютер, мощность которого будет в триллионы и даже более раз мощнее самого мощного компьютера, который в настоящее время есть. Так вот, как раз вот эти NV-центры, монокристаллические алмазные пластины, могут быть теми элементами, основными элементами в квантовой компьютере. Лаборатория была создана в 2021 году в рамках проекта научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика. Новые материалы, технологии и методы исследования». Она оснащена новейшим оборудованием при участии компании АГД «Даймос» – главного партнера проекта. Анастасия Харламова, младший научный сотрудник, работает на атомно-силовом электронном микроскопе, исследуя поверхности алмаза. То есть, если структура отличается от изотворенной, есть какие-то внутренние напряжения, мы в реализованном свете наблюдаем в иную лучшую половину, обхабатываем это и видим эту фокортированную диаграмму в виде распределения цветов. Помимо работы с углеродными материалами, в университете отводится большое место изучения и проведения исследований в области ядерной атомной физики. Более 20 лет между Северным Арктическим Федеральным Университетом и Объединенным Институтом Ядерных Исследований выстраивались партнерские отношения. История нашей кооперации, нашего сотрудничества началась в середине нулевых годов, примерно 20 лет назад, когда сотрудник САФУ Марат Конолбекович Есеев приехал на эксперимент в Дубно, в сектор электронного охлаждения, для того, чтобы использовать позитронный источник, который есть в Дубне, для дефектоскопии различных изделий Севмаши и Звездочки. Специалисты крупнейшей научно-исследовательской международной организации в России неоднократно приезжали в САФУ для реализации совместных проектов. Поэтому закономерным стало открытие на базе Университета и информационного центра Объединенного Института Ядерных Исследований. В рамках открытия центра состоялось и подписание соглашения о сотрудничестве между САФУ и ОИАИ. Подписи по текстам документа поставили ректор Университета Елена Кудряшова и директор Объединенного Института Ядерных Исследований Григорий Трубников. Я уверен, что мы новую страницу открываем в нашей коллаборации, в нашем сотрудничестве. И главная наша задача – это воспитывать, образовывать молодых людей, которые профессионально будут заниматься наукой, которые здесь будут укреплять архангельскую науку в Арктическом регионе, и при этом будут задействованы напрямую, включены в крупные международные проекты, распределенные по всему миру.